Депутаты Госдумы сегодня дали бой условному противнику. Ускоренный курс боевой подготовки для них провел спецназ Росгвардии. На полигоне парламентарии вспоминали свое военное прошлое, водили бронемашины, соревновались в меткости на стрельбище, а гвардейцы показали, как это делают профессионалы. Репортаж Алексея Николаева. На принятии решения у бойцов Росгвардии обычно считанные секунды. Ты все не отрепетируешь, но сегодня в бригаде оперативного назначения четкий сценарий, что, куда и в какой последовательности. График парламентарии вплотный, ждать не будут. Тут оттачивает мастерство, минометный расчет, здесь инженеры-разведчики выдвигаются в дозор, а вот, пожалуй, и главное оружие саперов тренирует нюх. Обученные псы взрывов не боятся. Основная задача ее заключается в поимке и преследовании нарушителей, задержании вооруженных диссертиров и поиску по следу. Ну как она вас слушается? Так точно. Слушается, конечно. Но это же мой пес. С врагом, пусть и условно, борьба идет по всем фронтам. На крышу захваченного здания высаживается штурмовая группа. Пока с воздуха ее прикрывает еще один вертолет, в ход идет стрелковое оружие. Все упражнения максимально приближены к трудностям, с которыми спецназ сталкивается. На боевых заданиях. Гостям, конечно, до гвардейцев далеко. Но на то она и элита МВД, чтобы на нее равняться. Это для парламентариев вождение бронированного автомобиля «Тигр» как аттракцион. А для военнослужащих Росгвардии обязательный элемент боевой выучки. Занятия на полигоне проходят каждый день, где помимо основного навыка вождения, пуленепрививаемая машина оттачивается, к примеру, разведка на местности. Современные «Тигры» оснащены и тепловизорами, и видеокамерами, и даже беспилотниками. И вот, пожалуй, самый долгожданный момент. Огневой рубеж уравнивает всех представителей думских партий. Не жалея живота своего, они ложатся на исходную. Забыв на время о принципиальных противоречиях и бурных дебатах, депутаты соревнуются в стрельбе. Вниз до конца. Большинство держало оружие еще в армии. Но если руки, кажется, все еще помнят, то зрение, конечно, уже не то. Я давно не стрелял, но, тем не менее, это приятно. Адреналин какой-то, вообще, собираешься весь. Ну, в принципе, я где-то, сколько, 10 выстрелов, да? 20, да? Ну, где-то 6 или 7 шаров я подбил. Приятно вспомнить вот эти ощущения. И сегодня проехал на БТР. На БТР я вообще лет 30, наверное, не ездил. Новейшая техника от стрелкового оружия с использованием лазерных прицелов до бронетехники и авиации. Структура, которую представляют эти бойцы, по сути, группа быстрого реагирования, способная выполнять любые боевые задачи. Все, что сегодня делается для становления Федеральной службы ВНГ, делается планово. У нас это становление проходит в три этапа. Первый этап у нас уже позади. Конечно, есть определенные проблемы, трудности. Но было бы, наверное, удивительно, если бы этих проблем не возникало в ходе становления новой федеральной структуры. Гостям сегодня, конечно, прощалось все. И промахи, и форма не по уставу. Но это только сегодня и только в честь праздника. На военные сборы самые настоящие депутатов отправят уже этой весной. Алексей Николаев, Владимир Гриневич и Дмитрий Бедрев. Первый канал.